Виноградари нашли туристическую истину в вине. Донскую индейку ели одновременно в нескольких городах России. Команда «Мотор» снова на берегах Тихого Дона. Новая экранизация Романа Шолохова. Об этом и не только в нашей программе. В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Колесникова. Здравствуйте. Начнем с новости для сельхозпроизводителей. Выбор расширяется, принципы работы остаются. Почему рынок сельхозтехники в регионе переживает новые времена? И что такое хиджер? Рассказал нашему корреспонденту Татьяне Бочаровой руководитель и энтузиаст нового проекта Николай Господарев. Трактора, комбайны и различная техника занимают 6 гектаров. А еще на шести в ангарах, холодильниках, клетках разместится все, что производится на селе. Построен административный корпус, в котором на стендах и в электронном варианте можно подобрать и заказать товар. Вот на всех этих 300 квадратных метров есть производители сельхозпродукции. То ли это крупа, то ли это консервы, компоты. Все, что производится в Южном федеральном округе, приходят сюда, мы выделяем им место, полочку. Они это все оставят. И говорят, что я могу сделать крупы 10 тонн в месяц, того-то, то-то. Это все заносится в банк данных. Что-то вроде интернет-продаж, биржи. При этом торговая база выступает не только посредником, но и гарантом. Мы связываем производителя с заявившим. Те платят деньги на наш расчетный счет. Мы следим, чтобы потом производитель отправил на заказчика. И если совпадут и качество, и количество, все нормально, тогда мы деньги поставщиков зашиваем. Мы, как страховщик, хиджер называется на простом языке, как на принадлежной торговле. Уже накоплена огромная база поставщиков товаров. Вскоре торговый центр откроется и будет постепенно наполняться продукцией со всех полей и огородов Йога России. А из северных морей сюда намерены привозить рыбу. Будет аквариум и для живых обитателей донских водоемов. Покупки и продажи могут быть от нескольких килограммов до оптовых партий. Самое трудное – сбыт. Но сбыть надо еще увидеть. Вы же понимаете, уже все устали, что не покупаете, когда там в мешке. Человек пришел и походил, посмотрел. Ему нравится, заплатил, деньги забрал. Если не нравится, мы деньги вернули. Конечно, посредник получит свой процент. Кроме того, есть расчет, что продав теленка или партию зерна, крестьянин не пройдет мимо площадки с техникой. Через месяц торгово-выставочный комплекс «Южный» начнет свою работу. Вино и шампанское в России – не самые популярные напитки. Водки, например, выпивают вдвое больше за год. Несмотря на то, что известные и признанные марки есть и в Донском регионе. В нашей области решили не ждать, а показать, как набирает вкус напиток от виноградной лозы до искры в бокале. Сами винограды репрезентовали особый туристический маршрут. В винограды всей области собрались, чтобы найти в вине очередную истину – туристическую. Сегодня приходится думать о продвижении напитка. Николай Петрович приехал с родины Донского виноделия – Цемлянска. В 10-летнем возрасте нарезали черенок. В школах области был клич «Догоним и перегоним Крым по садам и виноградникам». Ну и я сделал 18 норм по нарезке черенков и был отправлен в Крым пионер артековца номер 2 Цемлянского района. На 53 сотках выращивает 500 кустов донских аборигенных сортов винограда. Говорит, сам выпивает каждый день не больше стакана, но готов и для других постараться. Однако сегодня сложности даже у крупных заводов, а частники и вовсе крутятся как могут. Это невостребованность частного виноградарства, которое практически может освоить большую нишу в донском виноградарстве. А оно надо частное? Вот на Западе как? На Западе там нет крупных винзаводов, как у нас. У них там все делается на частных виноделиях. В той же Италии 50 тысяч частных винарин. На ярмарку виноградарей и виноделы области привезли лишь малую часть того, что могут предложить туристам. История донского виноградарства насчитывает около 2,5 тысяч лет. Ростовская область – одна из немногих, кто имеет свою сырьевую базу и уникальные сорта. Винный маршрут рассчитан и на экскурсию по производствам, и на этнографию. С посещением станиц Пухляковской, Цемлянской, хутора Малой Мартыновка. В программу маршрута входят три винодельни, два винных подвала. Это идея на уровне региона. А на уровне правительства недавно поддержали идею о принятии отдельного закона для виноделов, который поможет тем, кто делает напиток из собственного винного винограда. Если этот закон вступит в силу, винзаводы области станут популярнее, а так называемые подвальные виноделы смогут, наконец, рассчитывать на официальных клиентов и официальное признание. Областная правительственная программа «Культура Дона» добралась до Северообласти. Для сохранения исторического и культурного наследия ремонтируют памятники и другие нематериальные ценности. Так, в Кошарском районе впервые более чем за 40 лет провели капремонт сельского ДК. Новополовский сельский дом культуры распахнул двери после капитального ремонта. В сияющем белизной здании сложно узнать то строение, которое было здесь год назад. Наш дом культуры был введен в эксплуатацию в 1969 году. И на протяжении 43 лет не проводился ни разу капитальный ремонт. Потекла крыша, рухнул потолок, сгнили полы. Поэтому мы в 2008 году обратились, включились в областную программу «Культура Дона». Правительство области нас поддержало. Для местных жителей окончание ремонта – настоящий праздник. Культурный центр теперь отвечает самым современным стандартам. Здесь есть все для досуга старшего поколения, молодежи и детей. Работает у нас танцевальный кружок, в котором участвуют 10 девочек. Хоровой кружок 17. Работает клуб «Патриоты России». Проводим вечера пожилых людей, день пожилых людей, концерты ко всем праздничным датам. На ремонт дома культуры власти затратили около 13 миллионов рублей. За эти деньги культработники не только восстановили здание, но и закупили игровое и музыкальное оборудование, мебель и современную технику. Противоречивая эпоха, страшная война и безумная любовь. В Шолоховском районе области начались съемки новой экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий дон». Как увидел легендарное произведение режиссер фильма Сергей Урсуляк, расскажет Владимир Савеленко. Хутор Еланский словно заплутал в коридорах времени. Случайный турист может подумать, что он не в 21 веке, а в конце 19-го. Декорации и неизменная веками степь вокруг создают неповторимую атмосферу «Тихого дона». Вновь построенные старые дома – одно из отличий новой постановки от классической. Герасимов работал в то время, когда не нужно было строить декорации. Он просто приехал в Дичинский, который был по внешнему виду практически таким же, как и в начале века, по которому ходили люди, которые говорили на том, на речи. По словам режиссера, цели переиначить произведение или сделать новый фильм лучше предыдущих постановок у него нет. История запретной любви, которая развивалась на фоне революции и войн, по мнению Сергея, «Урсулика» не должна быть забыта новым поколениям. Мне кажется, что великие произведения должны возвращаться с какой-то регулярностью на экран. Потому что вырастает новое поколение, потому что меняется представление о героях, меняется представление о типе. Мне кажется, что в принципе это очень современная и, я бы сказал, молодежная история. Потому что люди, которые герои этого романа, это молодые люди. Все, что происходит с ними, их любовь, их страсть, их переживания, это проблемы молодых людей. Мне бы очень хотелось, чтобы молодежь посмотрела эту картину. Съемки фильма для Шолоховского района и области не пройдут бесследно. Все декорации режиссер обещает оставить дончанам. Глава региона отметил необходимость сохранения всех воссозданных объектов. Они должны подарить возможность прикосновения к минувшей эпохе для жителей и гостей Дона. Мы не в первый раз об этом уже говорим, в том числе с Сергеем Владимировичем. Ну а те, кто сегодня имеет отношение к музейному делу, к тех специалистам, должны будут подумать, как это попробовать сохранить и предложить нашим гостям, жителям области увидеть, прикоснуться к тому времени. Именно актеров, которые исполнят главные роли, пока держат в секрете. Премьера телевизионного фильма назначена на следующий год, 110-й, со дня рождения Михаила Шолохова. День Донской индейки в этом году отмечали по всей России. Традиционный областной праздник стартовал одновременно в нескольких городах страны. Знаменитые кулинары, викторины, призы и, безусловно, дегустация блюд из диетического мяса. Подробности без комментариев. В пяти городах России проходит День индейки. Популярность наш праздник набирает. Самое главное, это цель приучить или достучаться до людей, что это классный продукт. Дегустация блюд, узнаем что-то новое, рецепты укусим новые. Жду рецептов приготовления этого мяса, потому что редко использую его. Думаю, не знаю, как с ним справиться. Ну и естественное сведение о том, насколько оно полезно и какое именно, и чем, утиное или индюшинное. Наш салат довольно-таки простой, легкий, весенний. Весенний, летний, я даже так сказал. Состоит он у нас из индейки, собственно, да, компания «Италина», копченая. Свежий огурец, бекинская капуста, маринованные грибы и, собственно, аркишок. Изюминка, наверное, утка тоже. Я скажу, что мы впервые популяризируем утку. Все думают, что это жесткое мясо, с каким-то запахом, жирное, но это кардинально отличается. На сегодня это все. Через неделю мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok